Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Александры Кайгородцевой. Сегодня я расскажу о том, как легко и просто можно начеренковать калибраху. Но сначала расскажу несколько слов об этой удивительной культуре. На протяжении, наверное, последних 10 лет она все больше завоевывает наши сердца и место в наших садах. Цветок поистине уникальный, цветет как летник, в принципе неприхотлив, самоочищается. То есть, если сравнивать с петунией, то не нужно очищать вот эти все отсветшие соцветия. Калибраху всегда красивая, всегда нарядная. Нужно лишь правильно подобрать грунт, объем горшка, обеспечить свой временный полив и подкормку. Итак, где же используется калибраху? Как правило, конечно, это вертикальное зеленение, это различные подвесные кашпо, корзинки какие-то, напольные, может быть, композиции на высоких ножках, где можно высадить калибраху, и она будет образовывать такой красивый каскад. В чем еще плюс этой культуре? Огромное разнообразие расцветок. К сожалению, наверное, ни у одной петунии нет такого разнообразия. То есть, калибраху есть и чистые расцветки, и с глазками, и с пятнышками, и в полосочку, наверное, нет только пока в клеточку. Ну, серекция не стоит на месте, постоянно появляются новинки, и вот ассортимент, и разнообразие расцветок растет просто ежегодно. Единственным, пожалуй, недостатком можно считать то, что калибраху, особенно вот такие интересные сорта, они размножаются вегетативно, то есть в семенах такое чудо не встретишь. Поэтому, если вы весной встречаете где-то в магазинах, на рынках или в каких-то других источниках, где продают растения, вы встречаете калибраху, смело берите. До начала сезона вы успеете растения размножить, и к лету у вас будут уже не одно кашпо, а много, и будут они цвести и вас радовать. Или же, например, с осени можно оставить молодые растения, сохранить их зимой, как, например, это делаем мы в отапливаемой теплице, и весной также начать черенкование. И вот сегодня в этом видео я как раз хочу поделиться своим опытом по черенкованию калибрахуа. Сделать это просто. Обязательно попробуйте! Итак, приступаем непосредственно к черенкованию. Что нам понадобится? Нам понадобятся маточные растения. У меня это укорененные с осени молодые черенки. Зимовали они в теплице. Укореняла в конце лета. Вот сейчас они имеют уже хорошо развитую систему, готовы к пересадке. И, конечно, я их стригу. Во-первых, мы тем самым придаем растению форму. Видите, как активно оно начинает ветвиться после стрижки. То есть из каждого побега идет 3-4 новых. Поэтому стрижка пойдет только на пользу. И плюс ко всему мы размножим это растение и сделаем много красивых кашпо. Далее понадобится емкость, куда мы будем черенковать. Я использую кассеты. Но в принципе, если черенков у вас немного, можно использовать небольшие стаканчики или кассеты на небольшое количество ячеек. Можно также использовать контейнер. Чем мы заполняем наши емкости. У меня это торф. Классман. 876 рецептура. В него я добавляю, в зависимости от культуры, можно добавить песок, можно добавить вермикулит, реже перлит. Вот сегодня у меня здесь вермикулит и немного песка. То есть 70 процентов торфа и 30 процентов песка и вермикулита для того, чтобы этот этот субстрат был рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым. Далее нам понадобится секатор. Вот такая палочка для того, чтобы мы могли сделать отверстие для черенков. Потому что черенки калибрахуа, они не древесневшие, они достаточно мягкие. И если их сразу втыкать в землю, то мы можем просто их сломать, повредить. В результате они могут загнить и не укорениться. Поэтому мы делаем сначала отверстие в каждой ячейке с помощью вот такой деревянной палочки. Далее я использую стимулятор укоренения. Это радигрин для черенкования однолетних культур. Здесь есть мерный стаканчик. Нужное количество препарата можно отлить в мерный стаканчик. Но так как я черенкую много, то я, как правило, обмакиваю сразу. Но сегодня черенков будет не так много, поэтому давайте плотно закрыто. И так отливаем небольшое количество. Для чего использовать стимулятор? В принципе, растения, конечно, укореняются и самостоятельно. Все они стремятся к жизни. Но когда мы используем какой-либо стимулятор, мы тем самым даем мощный толчок к развитию корневой системы. И в результате мы имеем вот такую вот выровненную партию, то есть вот до 100 процентов укоренения в кассете. И плюс ко всему корневая тоже значительно сильнее при использовании стимуляторов. Поэтому в промышленном производстве мы, конечно же, используем. Ну и в любительском тоже хуже не будет. Итак, грунт готов. Стимулятор есть, маточники есть. Что мы делаем? Мы берем секатор. По возможности новый, чистый и красивый, но тут уж что нашла под руками. Обрабатываем, особенно скалибраху, для того чтобы не переносить, например, какие-либо вирусные заболевания с одного куста на другой. Лучше после каждого растения секатор обрабатывать спиртом или каким-то другим препаратом. Итак, что мы делаем? Мы срезаем черенки. В среднем я люблю черенки, наверное, 4-5 сантиметров. Они должны быть крепкие, не молочные, то есть достаточно вызревшие. Что мы делаем далее? Мы удаляем нижние листья для того, чтобы они не загнивали и от них не распространялось это на стебель. И у нас получается вот такой черенок. Макушку можно не убирать, но если уже есть цветонос, то лучше, конечно, его удалить. И что мы делаем далее? Мы берем стимулятор, немного обмакиваем, совсем чуть-чуть и помещаем в грунт. И плотно прижимаем. И точно так же мы поступаем вот со всей емкостью и со всеми черенками. Самое интересное, что же сделать дальше, как получить вот за 3-4 недели вот такой вот результат. После того, как мы все расчеренковали, мы берем пульверизатор и аккуратно спрыскиваем, чтобы наши черенки были влажными. При этом грунт больше мы не поливаем. То есть изначально мы его полили, дали лишней жидкости сбежать и мы его больше не поливаем. Если мы возьмем его в руку, получится вот такой комок. То есть он плотный, форму держит, но вода из него капать не должна. То есть вот я плотно нажимаю, но из него ничего не капает. Это значит субстрат такой идеальный, идеальный по влажности. В нем не будут загнивать растения. Итак, значит мы опрыскали. Далее в кассету я ставлю ложки одноразовые или палочки, например, вот так. По всему периметру кассеты. Для чего я это делаю? Чтобы пленка, которой мы будем закрывать наши черенки, не лежала на растениях. Опять же, если пленка ляжет прямо на черенки и будет их касаться, будет здесь слишком влажно и они начнут загнивать. Поэтому либо делаем какие-то подпорки. Если вы используете контейнер, то тоже старайтесь использовать повыше. И все. Опрыскали, закрыли пленкой и убрали в теплое, светлое место. Идеальная температура проращивания около 20 градусов. И потом ежедневно мы просто открываем пленку и проводим опрыскивание. Опрыскали, закрыли пленкой обратно. Через две недели можно уже заметить рост новых побегов. И если вы будете вот так кассету снизу поднимать, то вы увидите, что там уже появляются корешки. Давайте попробуем достать. Я вам покажу корешочки. Вот здесь уже готовая корневая система. Это месяц назад эти растения были прочеренкованы. Видите, здесь грунт уже в принципе подсох, но тем не менее он остается влажным. То есть мы его больше не поливали с момента черенкования. А как адаптировать растения, как вот эти вот молодые черенки приучить к самостоятельной жизни, об этом я расскажу в следующем видео. Итак, сегодня мы с вами научились черенковать калибрахо. Я уверена, у вас все получится, все черенки приживутся и ваш сад будет просто блистать этим летом и радовать вас и ваших близких. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Всего доброго! До встречи!